Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости» и сегодня с нами Равин Приморского края города Владивостока, Шимон Варакин. Здравствуйте, Шимон! Здравствуйте! Шимон Варакин – раввин Приморского края и Владивостока. Родился и вырос в Санкт-Петербурге. Прежде чем стать главой Приморской еврейской общины, проходил обучение в религиозных школах Израиля, России и США. Шимон Варакин живет во Владивостоке с 2011 года. При его непосредственном участии происходила реставрация здания городской синагоги, старейшей на Дальнем Востоке. Находимся мы в очень красивом месте, которое во Владивостоке было реконструировано не так давно. Это синагога. И, собственно, ваше появление в нашем городе тоже во многом связано с возрождением этого места. Приехал я в Владивосток на постоянной основе в 2012 году. До этого приезжал как консультант, то есть проводил какие-то еврейские праздники, мероприятия. А уже в 2011 году главный раввин России Барлазар предложил постоянно здесь находиться, занимать должность раввина. Ну и, соответственно, мы согласились с супругой. Супруга у меня с Хабаровска, именно поэтому волею судеб я здесь оказался. Сам я из Санкт-Петербурга. И вот мы приехали и начали заниматься, собственно говоря, синагогой. Потому что синагога была в ужасном состоянии, тем более здание историческое. Оно было построено в 2017 году прошлого века. Самой главной задачей, наверное, это была реконструкция синагоги. В общем и целом мы там, наверное, за рекордные два года весь проект этот осуществили. Вот хотела спросить о том, как функционирует это место. Ведь функции синагоги гораздо шире, чем просто религиозного центра для общины. Синагога на святом языке, она звучит как бейт-кнесет. Бейт-кнесет – это дом собрания, дословно, если переводить. То есть синагога изначально, когда только они начали появляться, синагоги, да, дома молитвы, это было не только домом молитвы непосредственно, или службы, например. То есть, я имею в виду там справление религиозного культа только лишь. А это было местом встречи людей, где они там просто общались друг с другом, какие-то обсуждали свои дела. И сейчас тоже. То есть у нас есть, понятно, религиозный элемент, который синагога обязана иметь. Это молитвы по праздникам, по субботам, по будние дни. Также мы занимаемся образованием. Есть образовательные проекты. Эти проекты охватывают все возрасты, скажем так. Потому что у нас есть проект для молодежи, называется «Евростарс». У нас есть проект для пожилых людей, называется «Золотой клуб». У нас есть проект изучения Торы, «Колель». То есть это проект для мужчин. В будний день проходят те люди, которые могут себе позволить прийти в будний день в синагогу и изучать Тору. Они приходят, а мы с ними изучаем Тору. То есть я, естественно, сам не один, но все эти проекты веду. У меня есть помощники, которые занимаются этими проектами. Плюс, естественно, еврейские праздники все проходят в синагоге. А насколько это место открыто не только для представителей еврейской национальности, но и, скажем так, для любопытствующих людей? Можно ли сюда прийти, посмотреть, что-то увидеть? Обязательно. Обязательно нужно даже, я бы сказал. Потому что я думаю, что так как Россия – это страна многокультурная, многонациональная, всегда интересно, когда что-то не знаешь, что-то новое для себя познавать, что-то увидеть. Соответственно, человек, который даже не является иудеем или не хочет становиться членом еврейской общины, он может прийти в синагогу просто с любопытства и посмотреть, что это, как это выглядит. У нас такая практика есть, к нам приходят гости, их очень много. У нас даже… Это не только жители города Владивостока, это и туристы. И, ну, понятно, что мы тут к Азии близко. Поэтому, как бы, и на синагоге это так же отражается. То есть у нас бывают азиаты, и другие туристы. То есть, ну, очень много. И местные приходят. Конечно же, когда мы открылись после реставрации, я имею в виду, конечно же, было больше. Ну, потому что прошла информация в СМИ, и людям было интересно. Многие люди, которые здесь жили, они видели здание, каким оно было до реставрации. И когда они увидели, какое оно стало после, естественно, им стало интересно посмотреть. Понятно, что сейчас это уже подспало, спустя три года, да. Но, тем не менее, ваши двери открыты для всех. Да, двери открыты, да, для людей, которым интересно прийти посмотреть, конечно, да. Если говорить в историческом контексте, вот Дальний Восток, эта территория, как все знают, она обильно заселена в основном выходцами из Украины. Как таковых представителей еврейского народа здесь, по моим ощущениям, наверное, немного. Что скажете вы? Каким образом в дореволюционное время, в советское время складывалась жизнь еврейской общины на территории Приморья? Как это происходит сейчас? Это же информация, она известна, что город Владивосток был город закрытый. Да. И открытым он стал не так давно, в общем-то. Да, да и город там был молодой тоже. Поэтому говорить о том, что здесь тысячи евреев я не буду, это будет неправдой просто. Но евреи есть, и их много, но точно сказать никто не может, потому что не всегда сами люди знают, что они евреи. Такое тоже бывает, да. То есть это одно. Ну, второе, как вы сами сказали, Советский Союз, как бы он свою работу сделал на отлично. И, в принципе, выбил, наверное, Бога не только из евреев, а, наверное, из людей вообще. Соответственно, те евреи, которые, да, даже они евреи, и они, может быть, об этом знают, они не хотят, некоторые до сих пор не хотят это признавать, и не хотят жить, как евреи, потому что их отучили от этого. И кто-то может до сих пор боиться. И, соответственно, люди, которые там не хотят признавать, что они евреи, они своих детей также воспитывают. А эти дети своих внуков также воспитывают. Вот. Но наша задача – это как раз и вернуть состояние, когда еврей не боится, что он еврей, он этого не стыдится, а наоборот считает, что это хорошо, и, соответственно, не просто хорошо, а то, что я еврей, это означает, что я должен жить еврейской жизнью. То есть это меня к чему-то, так сказать, как еврея к чему-то обязывает, да, например, соблюдать еврейские традиции, там, ходить синагогу на праздники. Поэтому вот молодежь мы пытаемся вернуть. Да и как бы, ну, и средний возраст, и пожилые люди тоже приходят. А как вам кажется вообще в современном мире, который во многом унифицирован, насколько важно людям подчеркивать свою некую национальную, религиозную идентичность, сохранять ее? Либо все идет к тому, что мы будем вести все примерно один образ жизни, и будут максимально стираться вот эти вот рамки. Ну, то есть, условно, мегаполисы уже сейчас настолько многонациональные, да, что разделить одни диаспоры от других порой не удается. Нет, сохранение, как бы, своей национальности – это очень важная вещь, сто процентов. И знаете, говорят так, что евреи – избранный народ. Как бы, как ее понять? Говорят. Как бы, то, что мы лучше других, но это неправильное понимание. Как бы, нельзя сказать, что евреи лучше других. Избранный народ – это имеется в виду, что именно у евреев есть задача, которую они получили, да, от Всевышнего в плане Торы, например, и соблюдение ее, да. А другим народам это не было дано. То есть, на евреях это возложено. У других народов другая история, у них свои задачи. Просто у каждого своя задача. Вообще, в принципе, с точки зрения, как бы, там, если мы говорим, традиции еврейской, как бы, зачем создан человек? Какая цель? Человек создан для какой-то миссии. У каждого человека она своя, у евреев она вот такая, а у других, а у американцев такая, а у русских другая. Это не значит, что евреи лучше или хуже, или наоборот, другие народы лучше или хуже. Но сохранение, как бы, своей культуры и своей традиции – это очень важно. Скажите, что собой представляет современная еврейская семья? Это во многом ведь некий культурный миф, который сложился. Ну, вот говорят, там, еврейская мама, да, и вполне понятно, что под этим подразумевается. То есть, есть некий миф, да, действительно, который сложился. Насколько вот современные представители этой нации соответствуют тому, что… тому представлению, которое сложилось о них в обществе. Насколько патриархальная еврейская семья? У нас сейчас борьба за феминизм и права женщин и всё прочее. А как вот это… как эта модель сохраняется внутри? Еврейская семья – это, ну, наверное, да, это патриархальная история. Но при этом у каждого есть чётко понимание, что он делает. То есть, если мы говорим про мужчину, то… Разделение обязанностей, что называется. Да, 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 да. Сто процентов. Да, так и есть. То есть, мужчина занимается тем, что он изучает Тору и занимается пропитанием своего дома. А женщина занимается детьми, домом и воспитанием детей. Но это не значит, что женщинам нельзя работать и нельзя расти как профессионал в чём-то, да. Поэтому это пожалуйста. Если человек может совмещать одно с другим успешно, то проблем нет. Это даже приветствуется, я думаю. Когда человек растёт, это же хорошо, чем когда этого нет. По поводу того, что насколько комичны евреи, как они говорят. Ну, еврейский юмор – это вообще очень сильная вещь. Но я к нему отношусь с юмором. И когда кто-то шутит на еврейскую тему, меня это абсолютно не обижает. И я люблю так сам над этим посмеяться. Некоторые, конечно, стереотипы, они придуманы больше, чем это на самом деле так. Вот. Я думаю, что интересные и комичные люди, они везде есть. Скажите, а ведь вы родились в светской семье, да? Да, абсолютно. А что вас побудило всё-таки встать на путь религиозный, да? Ну, вообще, началось, если говорить об истории, началось с детства. Это как раз был рассвет. Начался рассвет вообще религиозной жизни. Не только еврейская. Я думаю, что для всех конфессий изменение отношения власти к религии, оно стало толчком для роста определённого. И еврейская община тоже. То есть у них там начали появляться еврейские школы, начали появляться там лагеря, отдыха детские. Вот. И я как раз со школы и начал с еврейской. И дальше уже как бы изучая еврейские все моменты, мне стало понятно, что евреи должны жить вот так. Вот. Всё. И я решил, что я так буду жить. Насколько я знаю, вы учились ведь в нескольких странах мира, да? И, соответственно, еврейская нация, она рассеяна тоже по всему миру. Можно ли говорить о том, чего больше? Общих черт? Или всё-таки вот эти вот географические отличия тоже накладывают свой отпечаток, по вашим ощущениям? Вы знаете, я думаю, что очень разные. Потому что люди, когда они где-то живут, на них как бы менталитет, ну, это влияние оказывает. То, что вокруг происходит, да? Соответственно, человек, когда он живёт в России, это по факту русский еврей, да? У русского еврея у него один менталитет. Менталитет людей, который вокруг него. То есть русский менталитет. У израильских евреев у них израильский менталитет, у американцев американский. Сто процентов. То есть, как бы, понятно, что евреи, они отличаются образом жизни. Но характер всё равно, он, как бы, складывается, наверное, из того, что вокруг происходит. Я знаю, что здесь вот, в частности, и в синагоге проходят еврейские праздники традиционные, отмечают. И что всегда это очень, ну, такое большое событие. Вообще, вы народ, который умеет веселиться и умеет праздновать. Не могли бы вы немного рассказать об каких-то основных традициях, возможно, праздничных? Знаете, есть такая шутка о том, что нас хотели уничтожить, у них не получилось, давайте соберёмся и поедим. Это реально про евреев, как бы, так и есть. То есть все праздники, они, как бы, так или иначе связаны с какой-то едой. Традиций много, на самом деле, как бы, праздников много. Вот у нас недавно была там вереница праздников, месяц почти, осенних наших. То есть у нас был еврейский Новый год, Рошана, да, который, кстати, принято есть там яблоко с мёдом, чтобы был сладкий год. Потом вот был праздник Кущий, да, Суккот. Сейчас вот праздники пока закончились, зимой у нас, получается, будет праздник Ханука, праздник огней, да. Далее у нас Песах, Пасха, да. Вот, то есть как бы, ну, на Песах едят мацу, да, вот, есть такие еврейские лепёшки пресные. Вот, не едят ничего квасного, мучного, едят только, ну, мацу. Вот, ну, как-то так, ну, традиций очень много, рассказать обо всём не получится, наверное. Кстати, с кулинарной точки зрения поддерживать традиции еврейские, вот, живя в Приморье, это сложно или просто, ну, допустим, есть ли все необходимые составляющие, чтобы готовить традиционные блюда? Ну, в принципе, кошерное мясо, это, наверное, единственная сложность, которая есть. Это просто не то, что сложность, это нужно заниматься этим, нужно заказывать в большом объёме из Москвы, например. Привозить сюда, чтобы оно здесь было, и потом понемногу её съедать. А так, как бы, овощи, фрукты, рыба, это всё еврейским законом разрешается, и всё это в Приморье, всё это есть. Так что, с этим никаких сложностей нету, слава богу. Желаю вам успехов в вашем деле, процветания этому месту. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое, что были с нами в гостях. Спасибо. 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 Спасибо.